Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. На игре не рай, и Севка тоже в рай попал. Показал он этот шикарный дом, выложил он это видео в YouTube. Нет ни малейшего сомнения у меня, что у людей есть деньги, и деньги немалые. Если бы у Севки в самом деле были миллионы, ну или хотя бы один миллион долларов, он бы наверняка приобрел себе что-то подобное. Но он даже антиквариат толком купить не может. Кто-то где-то что-то пришлет, и на этом спасибо. Люстры покупал по 5 евро, и довольный остался как слон. По-настоящему ценных и дорогих вещей у него мало, и то большая часть прислана зрителями. Бродит Самвел по квартире, охает-ахает, восторгается. У него сразу глаза разбежались. Он не знает, на чем сконцентрироваться. Но это и в самом деле очень сложно сделать. Нам, зрителям, повезло в том, что он показывал нам частями все, что находится в квартире. Там столько всяких статуэток, ими завален буквально весь дом. Статуэтки красивые. Лида организовала грамотно место для этих статуэток, расставила их по тематике. У Севки это, конечно, все набросано. Как попало в витрине, разглядеть ничего невозможно, так как места очень мало. А прислала Лора ему очень много. Но квартира Самвелу понравилась однозначно. Я думаю, что он вряд ли запомнил что-то из того, что увидел. Вот люстру, да, люстру он точно запомнил. Он думал, что у него крутая люстра. Аж 35 килограмм весит. У Лиды люстра весит 80. Он, конечно, был поражен. В ванной висят картины. Они тоже его поразили. Говорит, вы где-нибудь такое видели? Но теперь еще увидим неоднократно. Скорее всего, Севка и у себя что-то повесит. Раз у его подписчицы висит, ему же сам Бог велел. Он же не должен отставать. Когда он увидел в ванной стеллаж с духами, он обомлел. Такое количество парфюмов. Он как-то выдвинул версию, что у настоящего мужчины должно быть не менее 50 флаконов с духами. Судя по тому, сколько у него в наличии, настоящий мужчиной он станет еще не скоро. Коля, конечно, старается, помогает ему стать настоящим мужиком. Дарит на всевозможные праздники флакончики. Но до цифры 50 еще далеко. Так вот, Лида уже стала настоящей женщиной. Там этих парфюмов, ну, штук 50, я думаю, есть. Ну, очень много. Женщине, я так поняла, нравится заниматься накопительством. Я представила, если вдруг она захочет переехать, собрать это все и упаковать. Ух, это займет очень много времени. Мне будет крайне непросто перевести. В начале мне дом показался не очень большим. Думаю, кухня совмещена с гостиной. Тоже за стеной спальня. И спальне прямиком можно попасть в ванную. Потом я увидела, что у них есть дочь. Думаю, ну, значит, должна быть еще детская комната. Ну, девочка не маленькая, уже достаточно взрослая. Но все равно, пока еще ребенок-подросток. Потом я увидела еще несколько дверей. Комнаты небольшие. Ну, по крайней мере, те, которые Самвел показал. Ну, их более чем достаточно. Дом не маленький. Также Лида сказала, что у них еще где-то рядом есть квартира, в которой находятся книги. Я сразу обратила внимание, что статуи так много, а книжек как-то незаметно. Так вот она и объяснила, где они находятся. Но я думаю, что вряд ли она что-то из них читает. Разговоры Севка вел с хозяйкой. И она, кстати, с ним тоже. Но никак не светские. Очень похоже, что они из Нуваришей. Еще вчера люди были никем, а сегодня, знаете, бах, внезапно разбогатели. И не знают, что со своим богатством делать. Воспитанием и вкусом не отличаются. Поэтому картина висит. А кто ее написал? Хозяйка дома без понятия. Главное, что картина дорогая, антикварная. Этого достаточно. Тюнингом внешности занимается. Неплохо было бы привести в порядок и мысли. Говорит, все, что связано с Камчаткой, мы не хотим, нам не надо. Но язык вполне устраивает. И по телевизору ТНТ канал тоже заходит ей в легкую. Была бы у этой женщины способность мыслить, но нет. Там этого даже близко нет. Самвел при рассмотрении картины статуэток сразу подумал. А как содержать все это в чистоте? Может быть, есть домработница? Я не знаю, доверяет ли Лида постороннему человеку смахивать пыль со всех ее статуэток. Ведь можно запросто что-то разбить. Там греха не оберешься работать у таких людей. Если что-нибудь хлопнется, там три шкуры спустят. Из разговора я поняла, что Лида сама убирает. Она сказала, все прекрасно в этом доме, но нет слуг. Кому-то квартира Лиды понравится, кому-то нет. Это же чисто воды вкусовщина. Каждая обустраивает свое жилище по своему собственному вкусу. Мне квартиры Самвела, например, тоже не нравятся. Какие-то неуютные, на мой взгляд. Но у бабы Тани, само собой, понятно, что квартира так себе. У Самвела квартира немного красивее, но тоже восторга не вызывает. Я бы не сказала, что квартира Лиды выглядит как-то ужасно. Но мне было бы неуютно среди вот этого огромного количества статуэток. Прям перебор, прям перенасыщение ими. Куда ни повернись, везде какие-то статуэточки, статуэточки. И все они такие, ну, практически все беленькие. Аж рябит в глазах от вот этого количества. С другой стороны, ну, ведь она не просто украсила таким количеством статуэток свое жилище. Она коллекционер. А у коллекционеров, в принципе, всегда так навалом навалено. Севка болтает всякую чушь. Увидел фрукты на столе, выдает. У вас, как у турецкого султана, виноград на столе. Господи, он совсем ополомил от увиденного. Что-то надо болтать, но он уже не понимает, что ему надо говорить. Виноград на столе только у султанов? Или его так поразило, что вся еда стоит на столе, а не на грязной кровати, как он привык? Да, поедание присланных деликатесов на кровати – это контент. Но ведь жизнь проходит, и что он вспомнит? Как ел красную рыбу среди чушуи, которая сыпется с его матери. Среди абрикосинок. Только у сытников сидит, как нормальный человек за столом. Или вот, когда приезжает кому-то в гости. Миллионер, а ведь живет, как большинство людей. Вышел во дворик и тут же вспомнил и грень. Вот и им бы так за домом сделать. Ну, твою ж мышь, миллионер, купи себе дом. И делай за ним, хоть перед ним, хоть по всему периметру все, что хочешь. Наймешь ландшафтного дизайнера, и он все сделает в лучшем виде. Он так не любит, когда лезут с советами в его жизнь и квартиру, но он очень любит раздавать советы направо и налево другим людям. Сытники сами знают, что им делать в своем доме. У Лиды двор маленький, у сытников большой. У них перед домом в своем стиле сделано примерно то же самое, что и у Лиды. Но почему они должны повторять за нею? Почему он не дает Лидии совет сделать так, как сделано у сытников? Если ему сейчас станут писать, что ему тоже надо купить большую квартиру и расставить там весь свой антиквариат, что он ответит? Что его все устраивает? А если кого-то не устраивает, тогда пусть сам покупает и делает, как у Лиды? Он уже задолбал сытников своими советами. Их все устраивает. Если не будет устраивать, они сделают по-другому. Без сопливых обойдутся. Не обошлось без упоминания о зрителях и комментариях. Как бороться с ютюбовскими гадюками, спрашивает Самвел у Лиды. Можно я вначале отвечу? Все просто, зайчик. Закрой канал и свободен, как сопля в полете. Ни комментариев, ни зрителей. Лети на все четыре стороны, а дуванчик. Лида сказала, никак не надо бороться. Пусть пишут свои плохие комментарии и поднимают рейтинг твоего канала. Их никто не любит, поэтому они такое пишут. Забавные люди. То, что зрители пишут плохие комментарии, это они заметили. И даже решили, что это из-за того, что их никто не любит. Но если вы считаете себя другими людьми, счастливыми, теми, кого любят, зачем вы сейчас касаетесь этой темы? Зрители, комментарии, негатив. У вас нет другой темы? Как же зрители завладели вашим сознанием? Вы просто не можете о них не думать. Ни Самвел, ни его подписчица. Я как-то прочитала в интернете очень хороший пример для сравнения. Вот вы идете, и на вас начинает лаять чужая собака на улице. Но вы же не становитесь на четвереньке и не лаете на нее в ответ. Когда Самвел поднимает тему комментариев, он похож на человека, который становится на четвереньке и пытается отгавкаться. Зрителей много. Обязательно найдутся такие, которые что-нибудь, да, напишут. От всех отгавкаться не получится. Но неужели не хватает мозгов, чтобы это понять? Это же элементарно. Лида говорит, это ж сколько времени у людей свободного, чтобы писать эти комменты? Лидочка, дорога, я не буду отвечать за всех людей, которые пишут. Я бы напомнила ей, сколько уходит драгоценного времени, когда она сидит в баттлах у Самвела и постоянно шлет подарки. Ведь не просто нужно прислать подарок. Нужно ждать определенного момента, когда начнется х3. Кто не пользуется тикток и не знает, о чем я говорю, я сейчас коротко объясню. Наступает такой отрезок времени в баттлах, когда все подарки умножаются на три. За счет этого блогер может обогнать своего соперника по баттлам, выиграть. Все зависит от того, насколько дорогим будет присланный подарок. И вот эта сумма, она увеличивается в три раза. Вот она сидит без отрыва от экрана, следит за развитием игры, ждет это умножение, чтобы послать подарок. Пусть она посчитает, сколько у нее уходит драгоценного времени из ее жизни. Написать комментарий гораздо быстрее и гораздо проще. Так что пишущие комменты тратят меньше времени, чем тратит она. А какой все-таки Севка лицемер? Я уже не первый раз это замечаю. Прибежала хозяйская собачка. Ой, Севка расплылся от умиления. Стал разговаривать с ним, как с родиком. Ах ты жук такой! Ах ты жук такой! О, сипуси лопатуси! Ой, какой песик! Ты как котик! Ты как котик! И гладит, и бежит за этой собачонкой. Какая няшечка! А где традиционная? Пошла вон швабра. Потопать ногами, зашипеть на собаку, как гадюка. Почему ничего этого не было? Он резко вдруг стал любить собак. Мимо собак-сытников без плевка и какой-нибудь гадости не пройдет. Зрители плохие, пишут поганые комментарии, а он не сделал ничего плохого, а на него такую грязь вьют. Собаки-сытников ему тоже ничего плохого не сделали. Они бегут от него, как от огня. На голову ему не лезут, на ласку не напрашиваются. Вот когда приходит Коля, они на него лапами становятся, лезут ему под руки, чтобы он их погладил. К Самвелу не подходят. Он мог бы оправдать свое поведение тем, что собаки к нему лезут. Они такие навязчивые, а он собак не любит, он этого не хочет, поэтому отгоняет. Но его ведь никто не трогает. Собаки к нему интереса вообще никакого не проявляют. Вот точно так же, как этот песик. Жалко, что у него зубов нет. Было очевидно, что песику не нравилось прикосновение чужого мужика, и он хотел бы его цапнуть. Он резко поворачивался, он как будто ждал от него какого-то подвоха. Ну, чужой посторонний человек. Понятное дело, что собака была напряжена. Ну, нафига, меня еще там кто-то трогает. Видно, что собака залюбленная и заласканная. Показали еще, у них есть крыса. Ой, нет, нет, нет. Это зрелище не для слабонервных. Я такое не люблю. Она лысая, одноглазая, прожорливая. Ой, кого-то она мне напомнила. Живи сто лет, пожалуйста, крыска. Ради бога, только не надо показывать ее. Честно, не очень приятное зрелище. Хорошо, что люди заботятся, несмотря на то, что, я не знаю, они ее взяли, одноглазая, или она у них один глаз потеряла. Ну, заботятся и ради бога. Живет животное в свое удовольствие. Тоже хочет жить и имеет на это полное право. Ну, я как-то крысам, ну, такое себе, не очень. Накрыли на стол. Ой, все такое красивое, аппетитное, с пылу, с жару. Серка ходит уже, как кошак, вокруг да около, облизывается. Посуда красивая. Он очень любит, сам Бельчик, есть с красивой посудой. Особенно у мамы дома, да? Прямо руками из кастрюли. Потом бегает по всей квартире и жрет это мясо грязными руками. Когда он купил себе вторую квартиру и перевез туда сервис, милый, говорил, я теперь буду есть вот только из него, из дорогой посуды. Как часто он из нее ест? То на заправках кофе пьет, то у матери из-за бы каких тарелок, а бы шо поедает. Лида приготовила целую коробку гостинцев. Очень много там продуктов. Бабе Тане грибы и шелковую косынку от Шанель. Видимо, к ее платью Париж. Такое странное немножко сочетание грибы мамки и косынку. Ну, о том, что она еще ему там положила, мы поговорим об этом в следующем видео. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok